Мой сегодняшний гость это такая история, классическая история украинской Золушки. Вдвойне любопытнее, что это мужчина, а не женщина. Соответственно, некоторые каналы достижения успеха ему недоступны. Вопрос в том, насколько высок этот успех. И я думаю, что посмотрев сегодняшнее интервью, вы поймёте, что он действительно достаточно высок. Я приоткрою завесу. Это человек, который относится к модельному бизнесу, прошедший кастинги для модного дома Дольче Габбана. И вот у меня главный вопрос, с которым я еду на интервью, он следующий. Чем таким должен обладать или не обладать человек, чтобы, находясь там, где он находится, не растеряться, не сказать себе, ну мне и так ок, а всё-таки начать что-то делать. Пойдёмте спросим у моего гостя. Как дела? Ну, в принципе, хорошо. А Васик? Тоже неплохо. Как настроение? Могло быть лучше. Почему? Что случилось? Потому что все планы, которые сейчас у меня есть, они рушатся немножко. Карьерные? Нет, не карьерные, а просто, типа, мне надо было снять видосик, а девочка, с которой я договариваюсь, уже третий день говорит якусь разную причину, и она меня немножко подмораживает. А снять видосик – это часть вашей карьеры или нет? Да, Инстаграм, я считаю, как одна из видов моего заработка, поэтому да, карьера. В какой момент соцсети стали вашей работой? Вообще, если честно, я и до проекта, до новой жизни чувствовал, что это мое, я пытался быть блогером, моя мечта была стать блогером, моделью, я снимал какие-то видосики, брал камеру у друга, монтировал у друга друга, поэтому я с давних-давних времен, я бы так сказал. От какой соцсети вы впервые появились? Ну, наверное, все появились впервые в ВКонтакте. А ЖЖ еще был, вы там были? Типа ICQ? Нет, нет, это живой журнал. ЖЖ? Life Journal? Да. Ну, Life Journal было популярно для девочек, которые писали всякие такие сопливые статьи, там, еще было в Юве и… в Юве и… еще что-то. Там вас не было. А Tumblr, в Юве и Tumblr. Вот, Tumblr – это пошло, в Юве – это плаксиво, а ЖЖ – это типа, кто-то уже, типа, что-то нормальное пишет, типа, что-то еще в школе учится, там. Без ошибок и так далее. В общем, там была элитка. Я был там, блин… Это там, где пошло по вашей градации? Да. Что вы там писали? Да, да. Не, я не писал там, где ничего. Читали? Просто читал там всякие посты, дивився своих жертв, ну, типа, девушек, я, типа, пишу какие-то пошлые штучки, когда эти картинки, там, ну, целуются с парнями, я такие думаю, о, все, можно будет таковиться, значит, она свободна. Сколько вам было лет, когда вы зарегистрировались в ВКонтакте? У меня в email написано «Shillboy2009», знаешь, в 2009 году, да. Сколько вам было лет? В 2009 году? Не знаю. 94, это 2000, это получается 6, плюс 9, 15, 15. О, 15 лет? Да. Какой контент постили? Дело в том, что у меня, наверное, года два или три не было аватарки ВКонтакте, и у меня стояла картинка из игры «Сталкер», кто знает, кто не знает, «Сталкер». Да, конечно. Вообще, тут же классная игра, жалко, что она уже не мейнстримна. Так вот, и, типа, я немножко стеснялся своего амплуа, своего лица и так далее. Вообще, был стеснителем раньше, очень сильно, если честно. У меня вообще не было фотографий и так далее. У меня был, типа, логин ВКонтакте с Шилбой. Там тоже, вообще, очень долгая история, типа, с этим именем. И это было моим логином до того, пока я не придумал Стоун. В общем, я был Шилбоем, был Стоуном, но с Сергеем Пистром я никого не был. Моя фамилия очень замораживает и бесит. Поэтому, как-то так. Почему Стоун? Не знаю, вы будете одним из тех человеков, которому я сейчас придумаю на ходу какую-то историю, почему я Стоун. Остановитесь. И не правду сказать. Давайте правду. Либо правду, либо следующий вопрос. Хорошо. Правда или действие? Почему Стоун? Потому что я, типа, долго думал, что шилбость будет слишком детская ерунда. Мне надо что-то менять. И я такой думаю, Сергей, а как наменять? Я, типа, шукал в интернете что-то. И тут я попадаю на рекламный баннер фильма Стоун. Там, где Джейстин Стетхем. Я такой думаю, Джейстин Стетхем, Стоун, Сергей Стоун. Сергей Стоун. Думаю, звучит классно. И поменял все. Так все и было. Как вам кажется, влияет это на ваш характер, на вашу судьбу, этот псевдоним? Я думаю, да. Мне очень приятно, что меня называется Стоун. И вон, типа, Стоун – камень. И там, типа, ассоциируется все с какой-то крепкостью, что я, типа, такой гранитный, пробивный и так далее. А документы не думали поменять? Вообще-то я хотел бы поменять документы, но из-за того, что слишком много бумаг менять, карточки, номера телефонов, все документы, загранпаспорта, паспорта, права и так далее. Как вам кажется, как отнесутся родители к тому, что вы придете и скажете меняю папину фамилию? Ни-як. Ну, типа, мне кажется, я имею максимальный, как это называется, не приоритет, а уважение, не уважение. Авторитет? Авторитет в своей семье, потому что я единственный, кто выбився вообще в семье. И, типа, ну, я там с 14-го года с бабочкой живу, поэтому, ну, как они на это драгируют? А ни-як. Я скажу, они скажут, ну, хорошо. Вы в 15 лет понимали, что вы своим лицом, которое вы прятали, будете зарабатывать? Или это вот просто что-то из области фантастики звучало? Ну, вы замечали вообще за собой вот это? В 15 я разгружал кабаны в белой церкви, в фуры 14-тонни, и думал, как бы денег на поисты заработать. А про то, что можно заработать лицом, я вообще просто даже не думал, а мечтал. То есть такая история про Золушку, да? Да, совершенно верно. Даже не история, а true stories. Как получился вот этот переход из Золушки в Принца? Я бы не сказал, что я сейчас Принц, но, наверное, типа, единственный мой рычаг в новую жизнь — это проект «Модель по-украински». Типа, если бы не он, то я бы с вами тут не сидел, вы знаете. Ты говори, и ты меня поставил, да? Красава, друг. Ты говори, и мне девушку поставил санвелом, да? Столичная парочка, все, давайте покажите нам класс. И меня никто бы не знал. Вы сами решили туда пойти или у вас тоже есть история какая-то волшебная? Вас привел друг или вы пришли с другом на кастинг, а взяли вас? Дело в том, что, скорее всего, нет, но есть маленький такой пинок. Я вообще дивился все серии, все сезоны, типа, первая сезон, другая, третья. И всегда думал, блин, ну, когда мальчики будут, надо будет попробовать и так далее. И тут начинается мужский сезон, и мне все, типа, мама, мол, лучше другого Сережи, ты ж, типа, твоя, ты ж хочешь, давай. Как она поняла, что это? А она просто, типа, была мне, типа, как другая мама, поэтому мы с ней тогда советовались. Она мне помогала, там, какие-то работы найти, там, советовала, там, шутерые оперы. Так, то есть к тому моменту вы уже понимали, что лицом заработать все-таки можно, да? Ну, знаете, вроде бы, с девушками не было бы какого-то такого, типа, проблем. И, типа, даже самая симпатичная, кем мне когда-то нравилась, в тот момент я мог бы и якось добиться. Я думаю, если у меня не мог денег, машин, мерседесов, я не могу подарить тысячу цветов, роз, а у нас все равно, типа, какая-то со мной общается, значит, что-то в меня может пробиться. И поэтому я решил и пошел на шоу. А вы год был или нет? Скорее всего, да, особенно в последнем времени. Почему? Не знаю, дуже багато сердец разбито. Уверенность почувствовали в последнее время? Да нет, скорее всего, просто все стало намного проще. Что? Ну, все, знаете, типа, ну, уже и деньги есть, уже можно, там, купить что-то, поисто, одеться можно на шоу угодно, можно познакомиться с кем угодно. То есть те блогеры, или модели, или, там, их известные личности, каких я добився с телевизора, или в телефоне, вау, ты классно, а сегодня руку же мою говорю, привет, их дела. Вот, все прикольно. Это все вам дали деньги, все эти возможности? Нет, это все дало мне, не знаю, моя слава, которую я заслужил. Типа, можно сказать, что, типа, а, ты достиг всего из-за проекта. Извиняюсь, ребята, вы можете посмотреть статистику подписчиков. Так, я не выиграл, я не победитель и не финалист. Но у меня как-то активность больше, чем у всех почти. Кроме самого, або он победитель. Поэтому, не знаю, я пытался на проекте выжать все по максимуму, а теперь я собираю плоды из-за того, что я делал там. И после проекта я тоже что-то продолжал делать. Вел в YouTube, снимал влоги. Какие качества пришлось в себе победить, для того, чтобы стать таким, тем, кем вы сегодня стали? Ну, вообще, стеснительность. Это первое. И самое главное, я всегда стеснялся такого, я всегда говорю по-русски. Я старался говорить по-русски, и мои первые влоги были по-русски. Я думал, я буду говорить по-русски, у меня будет много аудиторий, потому что и русские, и украинцы, и белорусы понимают все русские. И, типа, был не тем, кем я есть сейчас. Вот даже сейчас я думал, прийти до вас и говорить, может, по-русски говорить. Так, у меня больше будут понимать, а я буду не с собой, и мне будут писать, Сережа, а что это не ты? Это уже что-то купленное, продажное или что-то еще там, не знаю. Ну, а то чем пришлось подумать, над чем пришлось поработать, чтобы побороть вот эту стеснительность? Потому что стеснительность – это очень такое базовое фундаментальное чувство. Нельзя себе сказать, посмотреть в зеркало, сказать, доброе утро, сегодня ты не стеснительный. Встать и пойти. Да, мне кажется, до сих пор я так не могу сказать, доброе утро, я не стеснительный. Я до сих пор стеснительный, но просто это не так, как было раньше. У меня была длинная джолка, я сидел за последней партией, вот так закрылся, рисовал что-то на бумажке и все. И, типа, вообще, у меня мира, грубо говоря, не было. А сейчас, смотрите, я поменялся, но все равно стеснительность осталась, от себя не убежишь. Я просто, ну, типа, единственный совет, как выезжать от стеснительности, начать что-то сделать с ней. Просто, типа, если ты боишься публики, выход на публику, боишься собак, начни заведеть себе собаку и гуляй с ней, боишься общения с девушками, подходь на улицу и знакомься. Десять откажут, одиннадцатый скажет хорошо, а на двенадцатый ты уже будешь подходить уверенно, и тринадцатый, пятьдесят, а можешь знакомиться хоть каждый день. То есть такой рецепт стеснительности — это получить опыт, да, в той сфере, которую… Да, какой боишься, надо что сделать. А что вас сегодня смутить может? Не знаю, если Саша чистого придет. Что-что? А я ее услышала. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, у вас сегодня на YouTube больше ста тысяч подписчиков. Изначально это был такой проект для вас коммерческий? Вы понимали, что нужно завести YouTube канал для того, чтобы начать на этом зарабатывать? Или так получилось? Расскажу вам маленький секрет. Я еще ни разу свого YouTube не взял ни грошей, ни гривни, ни доллара, ни евро, ни цента. Вот. А зачем вам канал? Ну, потому что я хотел всегда быть блогером. И я хотел быть медийным, известным и так далее. Поэтому вообще-то я создал канал года так, 7 назад, наверное, или 8. Может даже и 9. Почти как ВКонтакте. Он у меня всегда был. И так же самое. Но он был не Сергей Стоун, а Сергей Хезеков. Ну, я потом поменял. Вот. Поэтому у меня в почту тяжко найти из-за того, что старые алгоритмы. И там типа пишут Сергей Стоун. И бывает-бывает других Стоунов. В смысле. Поэтому у меня канал был долго. А почему вы сегодня не зарабатываете? На YouTube? Да. Ну, там есть деньги. У меня есть монетизация. Я, может, подпишу программу, партнерскую программу YouTube Air. У меня уже серебряная кнопка пройде, а я до сих пор не подписаю партнерку. Это как-то очень смешно. Потому что я хочу, независимо от кого, знаете, у меня нет менеджера. У меня нет человека, который ведет мой Инстаграм. У меня нет человека, который обработает мне фотки. Контент-менеджер. Да, контент-менеджер. СММщик. У меня есть просто много знакомых блогеров, у которых есть люди, которые отвечают на сообщения в директе. Для меня Инстаграм – это основная сеть не только заработка, реклама и так далее. Это общение, во-первых. Я там провожу много времени, если открыть статистику у телефона, то с 24 часов 18 я сажу в Инстаграме. Какое самое удивительное сообщение получили в директе? Удивительное, что имеете в виду? Которое вызвало у вас эмоцию какую-то бурную. Ну знаете, никому не секрет, что девушкам скидывают половые органы, а мальчикам так же само скидывают что-то. Поэтому это считается… Без просьбы? То есть вы не просите, а вам просто присылают? Ну да. А вам никого не присылали? Нет. Серьезно? Честно. У меня всего там три с половиной тысячи. Ну типа вы симпатичная девушка, она пишет «Эй Хлёв, привет девушка, заплачу тебе тысячу долларов, приезжай ко мне в Израиль». Ну такое пишут, но фото не прикладывают, к сожалению. А вы знаете, типа есть такая штука, я кстати сейчас плагиачу, ну почти не мои слова, я где-то в интервью как-то, но реально интересно, когда вам скидывают что-то, открытся. И мне даже, ну типа и мужские тоже скидывали. И знаете, в инстаграме есть такая функция, вы нажимаете на фотку, она типа стоит чуть-чуть заблюренной, еще меньше заблюренной. Думаешь, блин, что там, что там? Было, не было. Вот, а когда напротив… Ладно, а вы отвечали когда-нибудь на такие сообщения? Нет, на мужские тоже. Или на женские? Честно, да. Ладно, я отвечал, конечно же, но если типа красивая фигура… Так, подождите, это сейчас очень важный момент. Я хочу понять конечную цель, которую преследует женщина, которая отправляет мужчине свою грудь, например. Грудь или не грудь? Да, грудь, да. Я люблю грудь. Хорошо. Вам присылают фотографии груди, вы пишете что? Я говорю, малышка, что с тобой не так? Ну типа… Слушайте… А комплимент? Или малышка, что с тобой не так? Или о, неплохо? Я думаю, что еще мог бы написать. Или типа… Хм… Вот. Я всегда… Я бы написал… О, класс, камнище! Я так не буду писать. Я понимаю, что логику девушек, если будут сразу проявлять интерес, показываться, все будут интересны и ей, и мне. Тут бэдбой в этот момент, да, включается? Ну да. Поэтому я типа там… Прикольно. А это приводило к какому-то результату? Ну, например, к встрече в реалии. Я имею в виду, что с пищицами, да. Ну типа… Ну, вы понимаете, что вы сейчас делали? Сейчас вас просто забросают фотографиями своих друзей. Я так всегда думаю. Ну, нет. Никто не забрал то, что происходит. Ну типа… Были такие периоды, да. Типа… Вот. В самом начале проекта. Расскажите, как мужчина вот… Это как-то обесценивает женщину в ваших глазах? Когда вот сразу грудь? Нет. Почему нет? Так я сразу… Вы можете построить отношения с такой женщиной? Конечно, можем. Но типа мое сердце занятое, я никак не могу от этого избавиться. Моя болезнь любовная. То есть это никак не характеризует в ваших глазах женщину, как легко доступную, импульсивную, поверхностную? Ну просто я типа думаю вообще… Я пытаюсь поставить себя на ее место и понимаю, что если я напишу блогеру, якомусь там типа… Даже там от 20 тысяч. Понятное дело, что типа парень будет выбирать думать… Или мне напишет девочка привет их дела. Какая взрослая, красивая, симпатичная. Я сделаю на ей инстаграм, буду дивить свои фотки. Так дивиться, ага, тут хорошая фигура. А так уже сразу все понятно. Вы понимаете или нет? Вам скидывали фотку, а вы такие подивились, ага, класс. Ну зашел ты по любому на инстаграм, дивишься ей фотки, думаешь, прикольно. Потом после внешности идея типа ум, начинаешь стать ей посты… После все-таки, да? Не, ну я имею ввиду типа, ну встречаем мы по одежке, провожаем по уму, правильно? Когда девушка не была красивой, надо, чтобы было что-то тут. Ну типа я не хочу встречаться с картинкой или быть вместе. И тем более заводы семьи, мне уже говорят 24 года, пора. Но я еще не спешу. Так вот, подивился, а потом уже можно что-то сделать. Там типа знакомиться, можно встретиться. Как Сергей Стоун переверяет дружбу? Чому ему бракувало коханья в детстве? Та что за шаленый челлендж захопил Сергея прямо посеред программы? Дивиться далее. Веду на ты. А как негативы относитесь? Гадости часто пишете? Если честно, нет. Нет? Вообще, мне даже странно. Мне много кто из… Нет хейтеров у вас? Ну типа, очень мало, если честно. А вообще, типа, есть какие-то залетницы, каких-то аккаунтов. Когда мне там, когда она выпишала, мне писалось типа, а ты козел, ла-ла-ла. И так далее. А просто типа есть… А за что? Почему козел? Что не так? Моя девушка прислала тебе грудь, ты с ней встретился? Не-не-не. Ну кстати, знаете, есть такая история. Типа, очень часто я гуляю по улице. Парень с девушкой идут. Девушка такая, можно сфоткаться? И такой парень, да, конечно, фоткайся. А это кто вообще? Это ты с ним будешь фоткаться? А что я тебе не нравлюсь? Ну это серьезно. И что? Идем отсюда. Идем. Аня, идем. Она говорит, нет, я хочу сфоткаться. И в ней ссориться. И я стою такой… Фоткаться будем? Ну типа, фоткаться будем. Ребята, потом поссорите. Зачем? Все хорошо. Класс. То есть хейтеров у вас нет? Ну, минимально. Вони есть у всех, наверное. Но я типа… Ну мне кажется, у вас достаточно такая раздражающая позиция, нет? Нет. Вам, наверное, кажется, потому что я стараюсь всегда быть открытым. Если я всегда говорю правду, то у меня немало ничего прикопаться. Но вы такого демонстрационного типа. Ну типа я слишком открытый, наверное, да. Слишком открытый у вас, слишком экспрессивная… Вы очень эмоциональный, вы очень привлекающий к себе внимание. Обычно это люди раздражают. Жестикуляция экспрессивная у вас. Ну да, может быть. Просто если я сильно жестикулирую, значит, вообще есть такая типа теория, если человек жестикулирует, он говорит правду или пытается описать то, что он рассказывает, значит, это правда. А если человек в такой позе сидит и будет так отвечать, я бы ему не верил, если бы дивился на него. Поэтому не сказал бы, что это, наоборот, что-то такое негативное. Нет, это нисколько не негативное. Просто, когда человек пытается, точнее не пытается, когда человек экспрессивен и эмоционален, другим человеком, так как-то природой заведено, воспринимается это как вторжение на мою территорию другого человека в тот момент, когда я этого не хочу. Это неплохо, это какие-то защитные механизмы. Мне кажется, это скорее всего какая-то лидерская штучка. Да, да. Но никому же не хочется быть ведомым, правильно? Поэтому это вполне логично, что вызывает какое-то отторжение. Ладно, у меня стоит коробка. Я думаю, это книжка. Книжка-коробка. В ней лежат слова. Я хочу, чтобы вы вытянули слово и назвали ассоциацию к этому слову, только не подсматривайте. Еще раз. Вы вытягиваете слово и называете ассоциацию. По очереди, да? Так вот на мушку. И должен показывать. А, вот на сне. Преданность. У меня дружба. Дружба – это преданность? Ну да. У вас много друзей? Близких? Нет. У меня близких друзей очень мало. С детства? С детства, наверное, ну один с детства остався. Остальные, типа, как новые, но с прошлой жизнью. И чуть-чуть с новой жизнью. Опять же, новая жизнь, типа, до проекта, после. Вот. Их можно прочислить на пальцах двух рук и все. Ого. Это много. Ну, типа, просто я не хочу никого обидеть. Потому что, в принципе, для меня каждый человек дорогой. Ну давайте вот мы не будем называть имена, чтобы никто не обиделся. Вот честно и откровенно. Честно и откровенно. Сколько этот человек, вот прям друзей, на которых вы можете положиться с закрытыми глазами? Было три. А теперь два. Теперь два. Угу. Почему отпал один? Одна. Одна. Как вы дружбу проверяете? Дружба проверяется, конечно же, в каких-то ситуациях сложных. Это известно каждому. Там, я не говорю, что, типа, там, если мне надо помощь, если он откажет все, он меня не друг. Нет. Воно гораздо глубже. Воно на моральном каком-то контексте. Типа, человек тебя должен понимать. Человек тебя должен всегда поддерживать. Будь с тобой. Так же само и ты должен отдаваться полностью человеку. Типа, если какая-то случилась ситуация, ты звонишь, говоришь так-то, так-то. Хорошо, пять минут жди. Бывали случаи, когда между вами и вашим другом становилась женщина? Нет. Хорошо, что я не попадал в такие ситуации, и, типа, женщина, если появляется, она как раз и стоит в этот круг. Бачите, третий человек був, а теперь его нема. Но точно не помехи никогда не было. Я всегда стараюсь так, чтобы мои друзья и моя девушка всегда вместе, типа, дружили, общались и так далее. И, типа, я не выбираю таких девушек, какие будут, типа, или я, или он. Я не из таких парней, которые любят таких пафосных девочек, собачками, с губами. Нет, нет, а если она скажет, или ты, или он, и будет стоять между вами, она будет выбирать. Ну, я скажу, конечно же, я выберу друга. Ты же мне не жена. Давайте еще одно слово. Счастье, любовь. Для меня, типа, любовь самое главное в жизни. И если есть любовь, и счастье. И на моей любви, и на моей счастье. Точка. А вы любви из детства дополучили? А мне кажется, нет. Из-за того, что, типа, мы были семейные проблемы, вечно, типа, с родителями и так далее. Эти ссоры, скандалы, вечные переезды. И до сих пор я не могу, типа, я как-то нормально ладать своим родителям, хотя уже взрослый парень, мужик уже, можно сказать, даже так. Но все равно не могу, как-то, решить все вопросы. А как вы понимаете, что вы любите женщину? Ну, как вы отличаете любовь от влюбленности, от привязанности? Знаете, даже после нескольких девушек, которые попадаются мне в жизни, может даже их больше десяти, и все равно ты, типа, чувствуешь ось до одного человека. И как бы ты не пытался от этого избавиться, как бы ты не пытался клин клином выбивать, оно все равно есть. Мне кажется, это любовь. На самом деле мне нравилась только ты. Мои идеалы, мое мирило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мирило. Может быть. Это любовь? Не знаю. Мне кажется, у меня какая-то есенинская любовь. Есенин, Есенин был, типа, таким, типа, бабником, писал, все такое, типа, сматым, эмоциональный и грустный, и революционный, всегда разные. Но он все равно любил какие-то маленькие промежутки одну девушку, но спал с ума. Но любил все равно. Слушайте, есенинская любовь – это когда чувак любит только себя. Вот. Вот кого любил Есенин. Есенин любил себя. Не обижайте моего любимого писателя. Это мой любимый поэт. А, все-таки хорошо. Да. Какая девочка не любит, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным? Вы что, это же самое сердце, понимаете? Так можно писать только мужчина, который очень себя любит. Но хороший стих же все. Прекрасный. Давайте еще одно слово. Надежды. Разбитые. Потому что мои надежды всегда разбитые. Я всегда на что надеюсь, а получается все не так, как надо. И в основном так. Ну, конечно же, я не говорю, что я неудачник. Не неудачник, что я неудачник, в общем. Удачник, в общем. Что я удачник, да. Просто всегда на что я надеюсь, выходит по-другому. Поэтому мои надежды разбитые. Мне кажется, вы вообще по своей сути такой драматический герой, да? Да. Очень много. Любите краски сгустеть. Да, я люблю, типа. Моя жизнь со мной не скучна, в общем. Я скажу вам так. Я может немножко буду застенчивать, и так далее. А потом, когда я открылся, будет интересно. А кому вы открываете? Что должно произойти, чтобы вы открылись? Вы сейчас открыты или нет? Я всегда открытый. Я имею в виду, ну, как в общении, а как, типа, знаете, в отношениях. Вот. Я имею в виду в этом открытости. Знаете, типа, я никогда не жил в бытовухе, например, до сих пор. Я не знаю, как жить с девушкой. Мне стыдно ходить в тулеет, например. Ооо, так мило. Я думаю, типа, ну, знаешь, ну, типа, я из тех людей, когда буду включать воду, музыку на телефоне. Притопывать ногой, вот так. Да, да. Типа, спевать, ля-ля-ля. И мне реально стыдно. А мне 24, 24, капец. И был момент такой, типа, я там в отеле, как мы сели в номере. И я такой, типа, мне надо выйти. Куда тебе надо выйти? Ну, там ресторан. Там аж поела. Я говорю, ну, купить воды. У нас есть вода. Я говорю, просто я хочу выйти, и все. Мне надо выйти, я еще не могу выйти. И вот так всегда. И вот, представляете, вы выходите в туалет, а она сидит и думает, что со мной не так? Алло, Валя, он от меня сбежал. А вы всего лишь пошли в туалет. Да, мы живы. Расскажите о вашем модельном настоящем. Что происходит с вашей… Сейчас я немножко набрал веса, у меня появился другой… Ой, выбежьте. Ну, норм, куда-то надо бежать. Дело в том, что… А можно испытать у режиссера? Мне надо каждый час сжиматься. Ну, типа… Пожалуйста. Без проблем. А, все, хорошо. Мы можем отвернуться. Мне надо каждый час сжиматься. Мне неудобно и некомфортно, но… Нам отвернуться? Мана челлендж, поэтому извините. А вас снимать не надо при этом? Ну, можно снять одна. Я думаю, вам, наверное, разобьют. Вы себе лоб разбейте аккуратно. Боже, с вами так легко, вы себе не представляете. Легче стало. Да. А для чего это? Я вам сейчас объясню, девица. Я, типа… Как раз, знаете, это классно было. Я поправился, и тут надо отжиматься. У меня есть будильник. Так. Не знаю, вот… Это как на схватках, знаете, у женщины. Не, может быть, надо дивиться. Тут каждый час в будильнике звонит, надо отжиматься 25 раз. А если вы не отжимаетесь, то что? Я везде отжимаюсь. А если я не отжимаюсь, надо отжиматься в два раза больше. То есть, если я отжимаюсь 25 раз, значит, надо отжаться в 50. А какая конечная цель? Стать красивым. А когда закончится? Не знаю. Дело в том, что я эту штуку вообще, типа, хотел на две недели, а уже другие месяцы. Я такой, типа, блин, я уже два месяца отжимаюсь. Вы результат видите? Да, есть результат. Я не буду раздеваться, я же не сам его. Жаль. Так вот, по поводу вашего модельного настоящего. Так вот, я поправлюсь на 6 килограмм в Шанхай, юду, жебаты, еды всякой. Что вам из китайской кухни больше всего нравится? Лапшу. А? Что любите больше всего из китайской кухни? Пса. Кроме собак, конечно же, ушек, лапок и так далее, внутренности, кишок, мозгу. Лапшу, пельмени, офигенно пельмени, боже, я обожаю пельмени. Вообще, вы не представляете? Плюс, их не все спасти штуки. Там, типа, как есть мясо, а там больше красного пальца, чем мясо. Вы такие, навыртаете. О, боже, как оно вкусное. Еще оно так, типа, подоедится все. Типа, оно такой, типа, эк. Плата. Не знаю, такая, типа, подставка, там, типа, угон, он ложится, он варится. Да, плату, да. Вообще офигенно. А, нет мысли переехать жить? Я не хочу в Китае жить. И, типа, там прикольно, классно, перспективно, офигенно, богато денег. Когда вы заходите в метро все, или в телефонах, или, типа, с нормальным улицем. Я никогда не замечала в киевском метро. Вы заходите. Я всегда эту историю рассказываю. Вы заходите и попадаете, тупо, в мир депрессии. В мир такой, такой штуки, я просто хочу вас убить. Сейчас, подождите, я не поняла. Вы сказали, прикольно, ты заходишь и все в телефонах? Да, в Китае все в телефонах, но они улыбаются. А в нас? Телефоном. Да. Ну, типа, не знаю. Вони, типа, какие-то такие позитивные. Там, в них, хоть все. Все в них глима, в них нема Ютуба, в них нема Инстаграма. Надо пользоваться VPN. В них очень жесткая политика. В них есть смертная казнь. В них все, типа, ну, типа, все по правилам, все по рангам, и так далее. Но они все равно радуются жизни и делают что-то. А в нас, в принципе, типа, Европа, центр Европы. И мы заходим в метро и думаем, вообще, капец, что происходит. Эти серые будни меня просто убивают. А скажите, ну, если там вкусно, если там дружелюбно, почему вы не хотите там жить? Я не хочу учить китайский язык. Я, реально, это, типа, дуже... Я знаю ни хао, и чизо, цига, ни га. Ну, как вы заказываете еду? У вас там переводчик с вами какой-то есть? Не цига. Все. Типа, я хочу это и все. В основном, я захожу в ресторан, там, где есть картинки, показаны картинки. Интернациональный язык жестов? Может быть. Какие у вас амбиции на модельную карьеру? Ну, вообще, было бы непогано, неплохо. Похудать немножко, поехать в Японию, поехать в Китай опять, заработать гроши, а потом с этими грошами поехать в Европу и попробовать там себе. Я ж, типа, в Шанхае взял Дольче Хабана шоу, но его отменили, если вы знаете, там был конфликт. Я смотрела. За 6 часов. Отменили показ. И я думаю, если я приду в Европе на кастинг Дольче Хабана, скажу, типа, hello. Они такие скажут, о, Стол, ну, привет, типа, давай с тобой ты будешь. Потому что, мне кажется, есть такое, типа, уважение. Потому что все ушли и осталось только 20 моделей из 300, которые тупо надеялись, что будет это шоу. И пришел кастинг-менеджер и запомнил нас, сфоткався и называл нас по имени. То есть, он как раз помнит. Я думаю, если я приду еще раз, то, может, они меня возьмут. Слушайте, а вообще, вот, ну, вы, когда это все рассказываете, вы сами верите в то, что вы, ваша жизненная история, это путь от кавунов до подиума в Дольче Габана? Я, бываю, седаю вечерком. Вы верите, что это о вас вообще? Вот, я же хочу вам сказать. Я, бываю, седаю вечерком, дивлюсь на цю луну и думаю, блин, что серьезно? Я не понимаю себе, знаете, вот, мне всегда все не нравится. Что раньше не нравилось, когда я разгружал ковни, что сейчас, что у меня все есть. Мне всегда что-то не нравится. Поэтому у меня такого контраста нет, потому что мне всегда все не нравится. Грубо говоря, поднимается вверх для людей, которые видят меня вокруг. А для меня все равно всегда херово. Я считаю, что 100 тысяч подписчиков на YouTube это катастрофически мало для вашей харизмы. Правда. Я считаю, что 100 тысяч подписчиков и 3 тысячи просмотрев на последние блоги. У меня вообще-то кнопка, про которую я блогер вообще-то. Но дело в том, что я YouTube свой забил, когда был в Шанхае, в Гуанчжоу. Ну, в общем, год. У меня YouTube, грубо говоря, поднимался, все было хорошо, а потом я перестав снимать, и люди даже подписываются. Я такой думал, блин, капец. Я просто влог, о том, как вы сказали, если вы смотрели про дочь Габана, загружал три дня. Три дня! У меня ноутбук был включен, и я молил, что, пожалуйста, не выбив интернет. Три дня он загрузился. Это было очень жестко. Спасибо большое. Я, например, получила от вас огромный заряд энергии. Надеюсь, позитивный. Сергей Стон, Янила Антонова и Донаты. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok